Несколько часов назад в Иркутске ушла из жизни советская актриса Галина Беляева. Ее смерть оставила невосполнимую пустоту в мире искусства. Галина Беляева была представительницей тех редких людей, которые оставались верными своим принципам и не стремились менять себя ради внешних влияний. Для нее главным достижением в жизни были ее четверо детей, которых она всегда считала истинным богатством. Актриса всегда жалела только о том, что не родила еще одного ребенка. Галина Беляева славилась своим профессионализмом и талантом в мире актерского искусства. Она никогда не страшилась уйти в долгий декретный отпуск, уверенная, что режиссеры не забудут о ней. Ее преданность семье и карьере были бесценными. Актриса всегда относилась скептически к светской жизни, утверждая, что на подобных мероприятиях слишком много лицемерия и неискренности. Она также испытывала страх зависти, предпочитая оставаться вдали от бликов и фальши светской сцены. Галина Беляева, чья талантливая актерская карьера была выдающейся, начала свой путь в мире искусства еще в юном возрасте. На 16-летнюю студентку хореографического училища обратил внимание ассистент режиссера Эмиль Латяну, который уже полгода не мог найти подходящую исполнительницу для роли Оленьки Скворцовой в мелодраме «Мой ласковый и нежный зверь». Галине, не имея профессионального актерского опыта, предстояло сотрудничать с великими советскими актерами Олегом Янковским и Леонидом Марковым, которые уже пользовались огромной популярностью у зрителей. Ее миниатюрный рост в 165 сантиметров, и ее талант принесли ей прозвище «Советская Одри Хэбборн», что было большим комплиментом и подтверждением ее уникального шарма. Однако самый значительный взлет популярности случился после выхода биографической ленты о русской балерине Ане Павловой. Галина Беляева страстно желала сыграть эту выдающуюся личность и посвятила множество усилий, чтобы более глубоко понять и олицетворить Павлову на экране. Она даже отправилась в Лондон, где Павлова провела последние годы своей жизни, чтобы изучить ее жизнь в мельчайших деталях. В 1985 году Галина Беляева снялась в сказке «Детство Бемби», режиссером которой была Наталья Бондарчук. В этой картине она исполнила роль Фалины. Она также сыграла в фильме «Лермонтов», который стал дебютом актера Николая Бурляева в режиссуре, где она исполнила ключевую роль возлюбленной Михаила Юрьевича, Варвары Лопухиной. Серия комедийных фильмов у Анатолия Эрамджана, режиссера, который любил сотрудничать с дуэтом, Александра Ширвинта и Михаила Державина, принесла ей также большую популярность. В «Бабнике» она вместе с Любовью Полищук и Людмилой Нильской создала армию подруг героя Ширвинта, а в «Ночном визите» сыграла роль экранной супруги персонажа Михаила Державина. Затем Галине Беляевой пришло время для сериалов. В приключенческой комедии «Путешествие» она вместе с Борисом Токаревым и Александром Кузнецовым отправляется в путешествие во времени, пытаясь изменить свою судьбу и исправить собственные ошибки. В семейной саде старшая дочь, она в роли родителей трех дочерей, столкнулась с тяжелой утратой, и стала опорой для своей семьи. Однако пожалуй одним из наиболее ярких и запоминающихся проектов для Галины Беляевой, стала комедийная мелодрама «Старушки в бегах». Фильм рассказывает о трех женщинах, которые не боятся перемен в жизни, даже если они связаны с возрастом. Галина исполнила одну из главных ролей, и ее актерское мастерство и шарм придали этому проекту, особую яркость. Фильм «Мой ласковый и нежный зверь» оказался знаковым как для карьеры, так и для личной жизни Галины Беляевой. Эта кинолента открыла ей двери в мир кино, и вместе с тем привела к встрече с ее первым мужем, молдавским режиссером Эмилем Латяну. Их любовь вылилась в брак, в 1979 году, и они прожили вдвоем пять лет. В этом браке у Галины родился сын, которого назвали в честь отца, Эмилем, и он позднее окончил юридический факультет МГУ. Второй брак Беляевой, был гражданским сахирургом Ливаном Сакварелидзе. В интервью с ведущим шоу «Судьба человека», Борисом Корчевниковым, актриса, не углубляясь в детали, призналась, что никогда не вышла бы замуж за Ливана. Несмотря на это, в 1985 году у них родился сын Платон, и хотя мать хотела, чтобы ребенок носил ее фамилию, отец согласился дать свою фамилию сыну. В 1989 году, Галина Беляева вступила в третий брак с бизнесменом и издателем Сергеем Дайченко, который был моложе актрисы на пять лет. Их знакомство было случайным, когда брат Сергея принес пьесу в театр, и он оказался в нужном месте и в нужное время. У этой пары появились двое совместных детей, дочь Ана и сын Маркел. Кроме того, в семье Беляевой и Дайченко жила дочь Сергея, Алиса, от предыдущих отношений. Галина Беляева всегда была жизнерадостной женщиной, которая ценила каждую минуту своей жизни. Она увлекалась рисованием и верховой ездой, занималась управлением автомобилем в экстремальных условиях, и даже имела на это специальные курсы. Ее жизнелюбие и страсть к жизни помогли ей сохранить свой непередаваемый блеск в глазах и оставаться активной и вдохновленной даже в зрелом возрасте. Ее яркая личность и талант останутся в памяти и сердцах поклонников, как источник вдохновения и пример того, как проживать полную и насыщенную жизнь. Галина Беляева останется в истории кинематографа и сердец поклонников, как исключительная актриса и невероятная женщина, которая смогла воплотить свои мечты и достичь успеха в мире искусства. Ее карьера, полная вершины выдающихся ролей, была вдохновением для многих молодых актеров. Она не только преуспела на экране, но и нашла свое счастье в личной жизни, пережив несколько браков и став мамой многих детей. Ее семейная жизнь была также полна радости и вызовов, но она всегда находила силы и энтузиазм, чтобы бороться и преодолевать трудности. Весь ее путь был насыщен яркими моментами, как на экране, так и за его пределами. Ее увлечения, такие как рисование и верховая езда, демонстрируют ее стремление к разнообразию и активному образу жизни. Она продолжала вдохновлять своих поклонников, своим жизнелюбием и страстью к жизни. Скончание Галины Беляевой, большая утрата для мира искусства, но ее наследие и вдохновение, которое она приносила, останутся с нами. Ее блеск и страсть к искусству будут жить в памяти и сердцах тех, кто ценил ее работу и личность. Галина Беляева, стремительно ворвавшаяся в советский кинематограф в конце 70-х годов, изначально не планировала быть актрисой. Она родилась в Иркутске в семье коренных сибиряков, посвятивших жизнь тяжелому труду рабочих. Почти сразу после рождения девочки родители развелись, и мама Галина Ивановна, забрав ребенка, уехала в Ставропольский край на молодежную стройку, где и воспитывала дочь в одиночку. В Невиномыске, где поселилась семья, Галина стала ходить в школу, а также занялась балетом в студии при Дворце культуры химиков. Стать балериной – вот главная мечта Беляевой в молодости. Для ее осуществления девушка в 13 лет уезжает в Воронежское хореографическое училище, окончив которое, получает специальность – артистка балета и ансамбля народного танца. Судьба складывалась так, как хотела Галя, но вмешался случай. Старшекурснице она знакомится с миром кино и делает профессиональный дебют на экране, поэтому балетную карьеру впоследствии даже не пытается начать. Вместо этого Беляева мчится в Москву и поступает в театральное училище имени Щукина. В 1983 году, сразу после выпуска из Щуки, актриса входит в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского.